Главное достоинство игровой индустрии в многообразии жанров, где каждый может найти игру себе по душе. В этом же видосе мы подробно рассмотрим жанр РТС и расскажу про лучшие стратегии на ПК. Причем речь пойдет не только про стратегии в реальном времени, но и про экспериментальные, пошаговые и сложные градостроительные проекты. Поэтому не скупитесь на лайки и подписку, так как это лучшая мотивация для следующих выпусков. Начнем мы наш топ лучших в стратегии с игры, которая имеет 20-летнюю насыщенную историю. Более того, вы получаете шикарный шанс насладиться великолепием открывшегося мира, который даст вам возможность создать собственную нацию и повести народ по ступеням эволюции, развивая его от первобытного строя до цивилизованного общества. И пусть на это уйдут века, результат будет стоить того. Интерфейс серии привлекателен и изощрен. Это заметно с первых же секунд пребывания в игре. Отныне у вас есть возможность одномоментно следить за элевационированием цивилизации в общем, а не за каждым этапом отдельно. Более того, в игре вы откроете доступ к удобному управлению и детально проработанным игровым инструментам. В ходе прохождения игроки будут встречаться со знаменитейшими историческими личностями, участвовать в возведении разнообразных памятных сооружений и в сотворении многих других элементов, которые стоят на вооружении у современного человека. Так что поиграть в Сид Мэйсер Северзон 5 не будет ошибкой. На девятом месте игра, где вам предстоит стать частью несмысленного противостояния в параллельной вселенной, развитие которой пошло совершенно иной дорогой. В Red Alert 3 вы знакомитесь с достаточно нетривиальным сюжетом, когда отчаявшиеся лидеры Советского Союза с помощью машины времени отправляются в далекое прошлое, дабы изменить ход истории и соответственно возродить славу России. Но путешествие во времени вещь необузданная и коварная, эксперимент пошел не так, как хотелось бы советским лидерам. И случайным образом возникла альтернативная реальность, в которой развитие технологий пошло совершенно по иному пути. В этой реальности на мировой арене лидирует новая супердержава, а на всей планете бушует третья мировая война. Вам предстоит стать частью трехстороннего конфликта между союзниками, советами и империей восходящего солнца. Выбирайте свою сторону противостояния, наслаждайтесь при этом оригинальными системами вооружения, а также новыми возможностями в плане разработки тактики введения боя. Восьмое место топчика занимает Age of Empires 2, где игроку нужно провести цивилизацию через несколько эпох. Темные века, феодализм, замковая эпоха, ну и так далее. Играть можно за одну из нескольких фракций, таких как Япония, Монголия или Кельты. Главная фишка игры – сочетание менеджмента ресурсов с военными операциями. Во время сражений в игре недостаточно просто собирать армию, нужно еще и выстроить мощную экономику, возводя дома, каменоломни и лесопилки, а также не забывать про сельское хозяйство, возделывая поля. Благодаря такому упору на экономическую составляющему, можно почувствовать себя настоящим правителем, ведущим свою страну к процветанию. На седьмом месте остановился Тотарвар Сёгун-2. Из всех современных частей она, пожалуй, самая цельная, концентрированная и понятная даже новичкам. В темную эпоху Японии бесконечная война терзает страну на части. В середине 16 века феодальная страна, некогда ведомая единым правительством, теперь разбилась на множество воюющих кланов. 10 легендарных полководцев ведут борьбу за власть, их заговоры и конфликты раздирают государство на части, но лишь один возвысится над всеми и станет новым Сёгуном, единовластным правителем империи. Удел прочих пасть от его меча, примите на себя титул Дайме, вождя клана и используйте военную мощь, экономику и дипломатию, чтобы достичь конечной цели, объединить Японию под своим командованием и стать новым Сёгуном, неоспоримым правителем, скрепленным миром нации. Слушай, я вот тут тебе рассказываю обо всех этих лучших стратегиях, но к большому сожалению некоторые из этих игр платные, а те, которые бесплатные, работают по принципу фри-то-плей. Поэтому деньги тебе не помешают, где их взять узнаешь из видео, которое найдешь нажав на подсказку или ссылку в описании. Да, я еще позаботился о том, чтобы ты смог приобрести все эти игры со скидкой, не, я серьезно, просто переходи по ссылке в описании на gamerscape.ru, находи через поиск интересующую тебя игру, покупай и играй. Шестое место занимает игра, в которой уже тысячу лет три противоборствующие силы ведут непрерывную войну за идеи, кажущиеся им единственно верными. В этом мире нет места компромиссу, в конце останется лишь один победитель, названный бесконечной войной. Этот конфликт уже собрал свою жатву с некогда мирной галактики и только подогревает взаимную ненависть между вразующими нациями. Однако, после столетий сражений, битва за мировое господство близка к своему завершению. Под вашим командой и предводительством одна из наций завоюет себе победу. Станете ли вы командиром, не знающим поражений, сделавшись в свою расу доминирующей в галактике, или поведете ее к сокрушительному поражению и полному уничтожению? В любом случае, будет интересно. В данной игре будущее галактики зависит только от вас. На пятом месте Homeworld Desert of Hark Странники во главе с Rachel S. Jade уже отправляются в путь. Где-то в песках их ждет гигантская космическая станция, хранящая в своих недрах путеводный камень. Ее находка и будет стартовой чертой длительной и сложной космической одиссеи. Впрочем, и эта дорога к самой аномалии не станет размеренной ездой по дюнам. Задача усложнится тем, что борьба за артефакт развернется не только среди людей. Права на него будет отстаивать и сама пустыня. Она-то и станет основным опаснейшим врагом. Сможете ли вы выжить в нечеловеческих условиях, будет зависеть исключительно от того, насколько рационально вы сможете распоряжаться ресурсами. Сумеете ли собрать флот и получится ли у вас отыскать и внедрить новые технологии? Игровые вводные в полной мере обеспечивают игрока и средствами управления, и важной информацией. Это абсолютно устраняет препятствия между тем, что вы приказываете делать своим подчиненным, и тем, что геймплей позволяет вам делать в этот момент. Благодаря режиму стратегической камеры вы можете адекватно оценить ситуацию и не терять самообладание даже в самых пиковых ситуациях. Расширенный обзор и контроль за происходящим позволят вам быстро вести свои юниты из зоны обстрела. Вы успеете стабилизироваться, особо не пострадав на стратегическом уровне. А вступая в наступление, благодаря этому режиму вы вообще почувствуете себя непобедимым, потому что у вас будет возможность корректировать слаженность действий своей армии. Сюжет снабдит сражениям нужным контекстом и не позволит отвлечься от происходящего резкими сменами их темпа. На четвертом месте главная киберспортивная стратегия в мире. Каждый миллиметр карты, каждая специальная способность персонажа, каждое здание доступное для постройки, все математически выверено, чтобы генерировать максимально увлекательные матчи. Недаром турниры по игре проходят чуть ли не каждые пару недель, а призовые фонды в них доходят до 700 тысяч долларов. Если же вам не очень нравится микроконтроль и многозадачность, то в Таркав 2 есть еще шикарная одиночная кампания. В ней отличный сюжет про противостояние трех раз с разнообразными типами миссий. Плюс для ее прохождения не придется так много щелкать мышкой. Третье место для всех тех, кто мечтал углубиться в самую суть Второй мировой войны. Но до недавнего времени необходимо было тратить немалое количество личного времени на поиск качественной игры, которая могла бы в полной мере воссоздать переживаемую атмосферу тех событий. В настоящий же момент пользователи могут зарубиться в Company of Heroes и тем самым обуздать этот вероломный период истории в полной мере. Более того, в этой игре, как ни в какой другой, вы можете почувствовать истинный героизм солдат, а также те ощущения, которые влечет за собой война. Своё прохождение этого замечательного экшена вы начинаете с баснословной высадки в Нормандии, где вам и каждому другому игроку предстоит взять на себя управление отрядами пехоты и провести их через феноменальное количество сражений против немецкой армии. При этом в процессе прохождения вам придется принять участие во всех ключевых битвах, которые происходили на фронтах Второй мировой войны. На втором месте игра, в которой вы станете во главе секретной правительственной организации, которая называется XCOM. Как командующему XCOM вам предстоит отразить глобальное нашествие враждебно настроенных инопланетян, для чего потребуется следить за ресурсами, развивать и улучшать технологии, а также отдавать приказы солдатам в бою. Главное в XCOM – постоянная необходимость принимать трудные решения. Кого послать на сложную миссию? Ветерана, у кого будет больше шансов победить, или новичка, которого не так жалко потерять, кому из них дать более мощную броню или пушку, приказать бойцам атаковать самого сильного пришельца, или сначала расправиться с мелкими пришельцами. Исследуйте инопланетные технологии, управляйте полностью функциональной базой, планируйте военные операции и отдавайте приказы солдатам в бою. Помните, судьба человечества в ваших руках. Первое место топа занимает настоящая классика. Первая трехмерная игра от Blizzard и одна из лучших стратегий в принципе. На момент релиза в 2002 году у Warcraft 3 было всё. Замечательная графика, которая благодаря уникальному стилю неплохо смотрится даже сейчас. Увлекательный геймплей с ролевыми элементами, повлиявший на весь жанр RTS. Шикарный сюжет с продуманной вселенной и поддержка модов. Если бы не Warcraft 3, не было бы ни дота, ни жанра моба как такового. А вот таким получился очередной топ-10 для слабшеньких компудахтеров, так что жду ваших царских лойсиков и обязательно мнение в комментариях. Ну а взамен я выпущу следующий выпуск очередной порции топ. Спасибо тебе гигантское, что досмотрел видео до конца. И вот тебе ещё пара роликов, чтобы всегда было во что поиграть. Подпишись на канал, дружище, и всего хорошего. Субтитры сделал DimaTorzok